В среду губернатор Павел Коньков посетил Ивановский филиал фирмы «Нефросовет». Компания совместно с правительством региона в рамках государственно-частного партнерства реализует проект развития нефрологической службы. «Нефросовет» проводит процедуры гемодиализа. Это тяжелая болезнь. На протяжении многих-многих лет, три раза в неделю, больные должны приезжать сюда на процедуру. У нас пока только два центра – это в Иванове и в Кинишме. И, естественно, приезжают сюда со всей области. В Ивановском отделении сейчас проходит лечение более 170 пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью. Всем им требуется регулярное очищение крови. Процедура длится около четырех часов. Ежедневно здесь могут принимать по 90 человек в три смены – с 7 утра до полвторого ночи. Процесс максимально автоматизирован. У пациентов есть специальные электронные карточки с историей болезни и всеми показаниями. Перед процедурой обязательно измеряют давление. Это тоже автоматизировано. Вопросов к качеству работы у губернатора не возникло. Пациенты живут на диализе весьма долго – 25, 30, 40 лет. Вопрос в том, как пациент относится к собственному здоровью. Потому что все пациенты нуждаются в определенных ограничениях в диете, в определенных ограничениях в образе жизни. И если пациент заинтересован в сохранении собственного здоровья, то качество высокое. Серьезная проблема, на которую обратить внимание, просил сам президент Владимир Путин – это транспортировка граждан на процедуры гемодиализа. В нашем регионе проезд пациентов оплачивается из средств областного бюджета. Как вы приезжаете? Где живете? Где живете? В Шуе. Вам компенсируют проезд? Возьмите. На компенсацию оплаты проезда пациентов в областном бюджете предусматривают более 900 тысяч рублей ежегодно. В Ивановский пункт больных доставляют собственным транспортом районной больницы. Но это взяли за правило только три муниципалитета – Шуя, Вичуга и Тейково. Я с пациентами побеседовал, вопросов нет. Высказали по желанию, чтобы все-таки доставляли все три раза в неделю. Я дал поручение сейчас начальнику департамента по родникам, там вот первый вопрос возник, и будем этот вопрос, конечно, смотреть. Потому что непросто добираться из дальних муниципалитетов, из ГАФ-посада, например, еще откуда-то. Очередей на процедуры нет, лекарствами пациенты обеспечены. Сейчас власти всерьез задумались об открытии нового пункта для проведения процедур гемодиализа, опять же в рамках государственно-частного партнерства. Вопрос будет решать в течение этого года. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.